Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Борода и продолжаем выживать. Ребят, много чего я себе в инвентарчик наложил и собираюсь пойти на ферму. У меня ферма не только в заданиях рейдеров. То есть, ну тут вот оно что. Завалить трех зомби-бойков на ферме, я думаю, что это не составит большого труда. Они очень неторопливые. Мертвяка-разорителя тоже нужно бабахнуть и будет неоткрыто задание, ребят, именно рейдеров. Также вы знаете, что в сезоне присутствует тоже у нас задание. Неделя-два, что там убить на ферме мясника три раза. Один из них мы уже раз убили, остается еще два. Станок переработки, ребят, просит у нас переработать огнестрел. Вот оно что. И кто-то спрашивал, как получить карбон. Карбон получается при переработке огнестрельного оружия. Вот оно что, ребят. Возьму-ка, наверное, еще что-то пострелять. У меня оружия довольно-таки уже много. Я могу себе позволить. Возьму еще вот эту М-ку. Ну и, может быть, самопал на быков. Это позволит мне довольно-таки неплохо чувствовать себя на ферме. Отправлюсь туда немедленно и вводим. Понемножечку, помаленечку. Пензолинчика хватает, потому что энергия уже практически иссякла. Прежде чем я отправлюсь на ферму, ребят, у меня появилось вот такое вот каменное холмы, которое длятся всего лишь 2 часа 54 минуты. И, ребят, сразу же рвемся туда. Это тоже часть задания недели, дневника, то есть сезона. Не знаю, как это назвать. То есть, события, принять участие в событии зачистка, помочь военным отбиться от Чарли-младшего. Целых 2 раза. Чарли-младший с первого раза не понимает, что от него хотят. Поэтому целых 2 раза нужно отбиваться. 2. В прошлый раз мы его надбили больше, чем на половину хп. В этот раз посмотрим. Может быть, он надрекенился, выхилился, подлечился. И как удобно, так и будем называть. На ферме тоже много чего мы делать. Не будем, у нас задания только 3 БК и только разритель. Смотрите, какие кусты красные. А, блин, они кус... Кусють. Ты чё такой, Чарли? Ты чё такой, младший? Походу, орёт. Походу, хочет, чтобы он по нему постреляли. И никакой помощи, никаких выживших. Только наоборот, у Чарли в этот раз помощь, старшина. Ладно, тратим оружие. Я ведь перед этим говорил, что у меня оружие достаточно. И я могу себе позволить немножечко пошалить именно с оружием. Чарли, конечно, младший. Очень серьёзный. Бегает он, с земля трясётся. Представляю, что будет, если будет Чарли старший. Это будет мегалодонская жесть. Кстати, если его не бить, ребят, если не надбивать его, то просто-напросто можно убивать бесконечное количество вот этих приходящих старшин. Конечно, с них лут не падает. Но зато опыт хорошо падает. И падает с них что? Засчитывается задание. А задания у нас тоже довольно-таки нелёгкие. Кстати, и у лут с них падает тоже. Ну да. Он не такой, как хотелось. Давайте попробуем, может быть, как-то умудриться его заставить наступить на гранату. Сколько он бьёт? О, четыре. Мужик, мужичара. Пацан, пацанюра. Почти. Но нет, не получилось. Но почти. Почти он наступил на гранату. Немного неторопливый он. Но... Своё дело знает. Вот оно что. Получается, целый глок на него потратил. Жесть. Конечно, в прошлый раз мы убивали её с помощью рейдеров. Это было намного проще. Старшина. Очень хорошо. Давай, давай. Я не знаю, насколько нужно надбить его. Насколько много нужно с собой иметь оружия. Но можно вообще его ближнебойным оружием, если честно, убивать. Мне придётся, наверное, домой возвращаться за огнестрельчиком. Хотя почта не раз меня спасала. Я думаю, в этот раз тоже выручит. Тысячу двадцать два хп. Может быть, в этот раз его нужно вообще слить, убить? Ого! Заражённые волки, они очень опасные, ребят, тоже. Имеют очень большую ещё скорость атаки. И, в принципе, не брезгуют ничем. Могут слить, как говорится, со всей силы. Чарли-младший. Давай уже погибай, а? Девятьсот двадцать хп. Что у тебя здесь есть? Вообще ничего надбитое в дрободаны. Девятьсот. Ты вот... Ого! Ого! Он по этой красной жижи не бегает, а ходит. Наш персонаж не бегает, а ходит. Ребят, я потратил целый глок. Я не знаю, может где-то можно его здесь застопить, чтобы он нас не мог бить, а мы его бы могли. Это было бы идеально. Но вокруг вот этих камней... Ага, то есть урон не проходит. Так. Задание выполнено. Не знаю какое, всё. Ага, задание выполнено, то что этот пацан ушёл. Никаких возмещений я не получу. Что у меня с бронёй? Блин, надбитое-убитое, еды. То есть всего у меня по чуть-чуть отнял. Это зомби, но зато я выполнил задание. И я думаю, что можно посмотреть, что мы можем забрать за вознаграждение. Вознаграждение сейчас у нас... Это энергетик, довольно-таки неплохо, вкусно. Следующее задание нам даст целых 2 заряда С4. И это очень круто. Так, что там неделя 2? То есть уже 2 галочки, это хорошо. Кстати, нанесите 10 тысяч урона морякам зомби. Это тоже засчитывается здесь. Ну что, по парадам, наверное, всё-таки... На ферму. Там нас ждёт разоритель и 3 быка. А грить всех вообще не собираюсь. У меня задание только, ребят, быки. И у меня задание только разоритель. Я знаю, что по центру можно пройти, разорителя встретить и быков согреть. Поэтому вот так вот. Ребят, мы на ферме. Остаётся только начать и закончить. Я думаю, что долго мы мучиться не будем. Попробуем как-то всё покороче сделать. М-очку оставим. У нас разобрать нужно оружие. То есть мы все знаем. Поэтому пока что не будем трогать. Пускай она останется. Задание звучит так. Разберите 3 любых оружия на станке переработки. Станок переработки есть. М-16 надбито есть. То есть сейчас это всё будет круто. И мы воспользуемся этой надбитой М-16. Так. Ни вправо, ни влево мы не идём. Мы идём, ребят, ровно по центру. Сейчас первый бык. Ой. Он пошёл никуда бы нам хотелось. Здесь режим стелса не раз меня спасал. Чикс 90, как говорится, подбрил. Ну а здесь дробовик. Разоритель, по-моему, не доходит до центра. Ну и ой, ой, с бородой. А вот и наш дружанья бык. Которого можно пострелять, пока он ещё здесь не вышел. И, наверное, как и говорил я, сам опал нам в помощь. Опа. А вон и разоритель. Отлично. Может быть и разорителя сейчас согрим. О май гад, был Герман. Бычара, давай. Ну, вроде бы теперь осталось только песни с плясками. Нужно первого плевка дождаться. Раз, два. И поехал, поехал, ребят. Здесь ничем не отличается, конечно, то, что главное на плевки не попасться. Потому что броня сразу а-ля улю. Постараюсь сейчас я ни разу на плевок не попасться. Только по два разочка буду бить его, кошмарить вот так вот. И, как вы видите, уже практически до половины хп мы постарались его надбить. То есть, везде нужно экономить, чтобы у нас, опа, подлагало. Бэк прорисовался и подлагало. Зато мы знаем, где искать бэка. Он здесь ходит, патрулирует. Кстати, бэки тоже огорятся. Кто бы что-нибудь говорил, ребят, бэки огорятся. За один заход 70 хп снимаем. То есть, осталось 10 заходиков. Раз, два. О, там щеночек, ребят. Придется принять бой. Щенка нужно вызволить. Освободить. Так. Ну, конечно, можно и три раза, но я не хочу. Потому что прошлый раз реально получилось так, что хотел по три... Ой, ой, блин, ребят, я психанул. Вы видели, что сделалось. Огорится бы. Еще одно доказательство, что он огорится. То, что он сейчас преследует меня. Это очень плохо. Бычара рогатый может слить с одной тыки. Воу, 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 пацаны. Я сам себя завел в угол. Ну, как бы загнанный зверь в угол за себя не ручается. Фух. От загнанного зверя можно ждать что угодно, но... Ребят, главное, чтобы это было не хомяк. Хотя хомяк тоже может неплохо укусить. Так, а ты кто чудовище? Ты случайно не бык? Бык. Нормально. Сейчас убиваем и бычка. Идем, конечно, на зомби. Убиваем и зомби босса, который тоже у нас засчитывается в задании. Зараженный бык. Пока он дойдет, то я, ребят, могу еще тут, не знаю, постареть-то. О, кстати, кормушка для лошади подорвет до кормления ездовой лошади. Ездовых животных. Прикольно. То есть, это не говорится, что это может быть лошадь ездовая. Я не знаю, можно вот бык, абы на быке ездить. Прикольно было бы. Вообще круто. Ладно, это только мечты. Ну, а мы... Так, щенка забрал. Тут вот так вот. Мачете. Даже не знаю. Попробовать обязательно ударить со спины. Не, не получилось. Вы помните, что тот боссик, он довольно-таки скользкий тип. И, по-моему, может укусить довольно-таки больно. Урон у него хороший. Отлично. Это он или нет? Или это кто? Зомби-фермер. Принимать бой вблизи с этим зомби не особо хотелось. Попробуем... Блин, хотел в режиме стался, конечно. Опа. По 11. Думал, по одному урону. Жесть. Ну, по 11 это сойдет. Это для меня. Довольно неторопливое существо. Блок тоже нам подойдет для того, чтобы в станке переработки его переработать. Получается, что убиваем мясника. Мы выполняем еще одно задание. Задание, в принципе, если так уж смириться, проходить, все. То есть, целеустремленно все проходить, то не так уж они тяжело выполняются. Ну, вот эти, что убить там 500 зомби, убить 250 зомби. Там, это чересчур. Набрать 10 тысяч урона, наверное, не так уж и много. Потому что, если стрелять с блока, вот, я не знаю, 800 урона уже я вот набрал. То есть, 10 вот таких отмясников и уже довольно-таки внушительное число. Фух. Ну, а задание у нас, походу, еще одно выполнилось. Удалось 5, что ли? А, опа. Потеряно соединение. Что-то с интернетом. Ну, уже. Вроде бы все вернулось. Я так и не понял. Вроде 3 раза нужно убить, да? Неделя-2. Да, 3 раза. То есть, не получилось свои 10 очков. Но, тем не менее, я получил свое 15 очков. За выполнение задания принять участие в зачистке. То есть, награду забрал. У нас уже какой? 9 уровень. Ребят, пишите, на каком уровне остановились вы. Надеюсь, вам понравился этот видосик. И вы заслуженно поставите свой лайкосик. Не забывайте также подписываться на канал. Колокольчик прожимать. Ну, и пишите комментарии. Постараюсь каждому ответить и пообщаться в комментариях. Всем удачи. Пока. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok